Токаев продолжатель худших авторитарных традиций Советского Союза. И с этим режимом нет будущего ни у нас, ни у наших детей. И сейчас я вам это докажу. На сессии Ассамблей народов Казахстана он заявил, что путь к прогрессу всегда извилист и тернист, но вслед за неудачами и бедами обязательно придут успехи и благополучные дни. Вспоминается предсказание бывшего отца нации. Только вот через тернии, как обычно, проходит простой народ, в то время как правительство, разворовывая бюджетные деньги, катается как сыр в масле. Отличным примером является то, что даже из бюджетных денег, которые были выделены на помощь пострадавшим от паводков, уже успели украсть 1 миллиард тенге. Токаев снова нам рассказал, что на самом деле трудности – это хорошо. Он сказал, сегодня и мы приобретаем свой бесценный опыт глубокой модернизации, учимся вместе справляться со всеми трудностями, оперативно и сообщать действовать в сложной обстановке. Раньше мы часто говорили о закаливших нас тяжелых 90-х. Сейчас многие не помнят уже те времена. Ну, то есть 90-х было слишком мало, и на протяжении последних 20 лет, по его мнению, казахстанцы, слишком уж хорошо жили и расслабились. Поэтому на протяжении 5 лет его президентства каждый сезон происходят катаклизмы, катастрофы и различные бедствия, чтобы у нас был бесценный опыт. Но, следуя его логике, трудности тогда не закончатся никогда, чтобы мы никогда не теряли свои сноровки и сплоченности. Также он сообщил, что противники казахской государственности не сидят без дела, призвав граждан объединиться и сплотиться вокруг него. И это одна из уловок диктаторов – переложить свою вину в бедах народа на внешних врагов или на действия непреодолимой силы и призвать сплотиться вокруг диктатора, что якобы только он сможет вывести народ из болота страданий и проблем. Хотя на самом деле источником этих проблем как раз таки является и диктаторская власть. Как сказал Шепчук, родина – это не жопа президента, чтобы ее целовать постоянно. Но этого не понять диктаторов, потому что в его глазах именно он и является государством. Именно поэтому проблемы и бедствия будут преследовать Казахстан до тех пор, пока мы не поймем, что государство – это народ, государство – это работающие институты, а не жопа президента, которого нужно целовать.